Приветствую вас на данный момент, на момент записи этого ответа, никто из экспертов вам ничего не прикосновал, поэтому я, соответственно, предложил пока свое мнение, надеюсь, что вам ответят еще и другие люди, и вы сможете как-то составить общее впечатление о том, что происходит у вас на данный момент. Что заключается в том, что ребенок определенно чем-то прихищается, прихищается достаточно сильно, а вот его категорично, с понятными резкими звуками, символизирует то, что ему резко что-то вдруг перестает нравиться. То есть у ребенка наступает резкая эмоция отречания от того, что вы делаете. То есть, по сути, человек ему становится, ну, как я понял, из вашего это ощущение неприятным. Заранее прошу меня извините, если я неправильно вас понял, но вот по тому, что вы описали, получается именно так. То есть у вас, у вас ребенок, ваш внук, он по сути как бы говорит, что его что-то очень сильно раздражает. И вот для того, чтобы понять, что именно раздражает, а вот, что говоря, понять нужно, нужно понять, что он подсушает, необходимо внимательно к нему относиться. Вот необходимо, вот прямо, знаете, доточно, прямо очень доточно определить, какие вещи, какие моменты предшествуют тому, да, предшествуют тому, что ребенок начинает вот так вот себя вести. И то, что он внезапно, по вашему мнению, начинает вот это вот делать, да, то, что он внезапно, по вашему мнению, начинает проявлять эмоции, это личность свидетельствует о том, что вы пока что не знаете, не видите причинно-следственной связи. Тем не менее, причинно-следственная связь есть, и это то, что ребенку не нравится, это то, что ребенка не устраивает, и вам энергию нужно найти. Соответственно, если вы находите эту причинно-следственную связь, то проблем, я думаю, сразу становится гораздо меньше. То есть, вы пока не понимаете, почему ребенок так себя ведет. Для этого, кстати говоря, необходимо анализировать не только поведение, непосредственно, знаете, его поведение непосредственно с вами. Для этого нужно и можно, и желательно, и необходимо анализировать поведение на самом-то деле и его с мамой. То есть, когда он просит папу. То есть, там есть какие-то общие моменты. Какие именно, ну, конечно, я надеюсь, вы понимаете, что какие именно, нужно разбираться. Ну, вообще-то говоря, вы сами, я думаю, можете это отследить. Попросите, например, маму, то есть, ну, его маму отслеживать, что ребенок делает, как ребенок реагирует. Потому что, понимаете, перед этой категоричностью, возможно, скорее всего, есть какие-то еще привыки. Только они, как бы, менее заметны, они менее бросаются в глаза. Не так сильно бросаются в глаза, как, например, вот то, что вы назвали. То есть, это понятно, да, это очень сильно бросается в глаза. То есть, что ребенок не хочет общаться. Действительно, действительно. Но, понимаете, это очень крайняя стадия. То есть, ребенок исчерпал, видимо, все другие средства для того, чтобы вам показать, что ему, как бы, что-то не нравится. И он начал прибегать к этому последнему средству. То есть, это говорит о том, по крайней мере, вот, для меня это выглядит так, что ребенок недостаточно обеспечен, я бы сказал, вниманием. То есть, внимание у ребенка, внимание, которое дают ему родители, вы, может быть, да, ему явно недостаточно, ему явно недостаточно. Для того, чтобы удовлетворять всего потребностей. И отсюда возникают графские проблемы. Ну, по крайней мере, его проблемы возникают именно так. И вам нужно просто больше обращать внимания на то, что хочет ваш ребенок. Что хочет ваш внук, что хочет ребенок, можно говоря, вашей дочери, как я понял. То есть, важно вот этот момент уяснить. Одновная ваша ошибка заключается в том, что вы просто-напросто не до конца отдаете себе отшить, что ребенку необходимо. Когда у вас будет с чем работать, когда у вас будет материал, когда вы поймете, какие именно моменты, когда у вас появится обобщение, да, то есть, это совокупность ваших наблюдений, это совокупность наблюдений, значит, мамы, может быть, папы и так далее. То есть, можете все это объединить, выявить общее, и это общее и будет причиной, по которой малыш так себя ведет и, собственно, так категорично отвергает общение с определенным своим родственником в некоторый момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok